Мерседес запустил серийное производство электрического Актраса. Машину закладывают на общем конвейере, но для установки батарей и мотора пришлось выстроить отдельный цех. Устроен и Актрас так. Под рамой закреплены пакеты тяговых батарей. Пакетов может быть 3 или 4, а ёмкость каждого 105 кВт-часов. Соответственно, с тремя грузовик готов одолеть 300, а с четырьмя — 400 км. От аккумуляторов запитана пара электромоторов пиковой мощностью свыше 540 сил. Двигатели передают крутящий момент на ведущий средний мост через двухступенчатую трансмиссию. Понятно, что батарейный Актрас стоит сильно дороже дизельного, хотя конкретная сумма засекречена. Однако Мерседес уверенно говорит, что машину готовы брать перевозчики буквально со всей Европы. Правда, несмотря на торжественную церемонию запуска производства, не очень понятно, зачем было спешить. Ведь отгрузки машин клиентам запланированы только на 2024 год. То, что европейским перевозчикам действительно понадобились электрические грузовики, похоже на правду. Во всяком случае, датская компания DFDS заказала больше сотни магистральных тягачей Volvo FM Electric. Притом датчан не смущает, что шведы начнут выпуск самих машин только лишь через год. А самой компании, помимо машин, придётся прикупить дорогущих зарядных станций постоянного тока мощностью аж 250 кВт. Зато такие комплексы могут заряжать батарейные Volvo всего за полтора часа. Хотя запасливые инженеры разместили внутри рамы сразу шесть блоков литиево-ионных батарей суммарной ёмкостью 540 кВт-часов. Пробег при полностью заряженных аккумуляторах должен составить порядка 300 км. Но, разумеется, конкретный результат зависит от конкретных условий. С таким тягачом можно составить автопоезд массой до 44 тонн. Но производитель умалчивает, какова масса самой электрифицированной головы. Другая новость от шведской марки – презентация автономного электрического самосвала, который пока даже не имеет собственного названия. Хотя известно, что поставки первых таких беспилотников клиентам стартуют через несколько месяцев. О характеристиках тоже молчок. Зато объявлено, что 3 из 8 тонн снаряжённой массы – это новомодная водородная сталь. То есть выплавленная без использования коксующегося угля. Считается, что именно такая сталь – будущее мировой металлургии. Ведь восстановителем, отделяющим кислород от железной руды, выступает водород, а не угарный газ, против которого выступают экологи.